О достижениях и трудностях в поселке Черноморска прошло выездное заседание правительства республики. Министры затронули самые острые проблемы северо-запада Крыма, которых накопилось немало. От сферы ЖКХ и образования до темы лицензирования. Как намерены решать эти и другие проблемы, знают наши корреспонденты. В выездное заседание Совмина начинается обсуждение самых острых вопросов. Один из них – лицензирование операторов, которые работают с отходами первого и четвертого класса опасности. Учитывая бумажную волокиту, крымчанам попытались пойти навстречу. Должен сказать, что согласно вступившим в силу изменениям федеральный закон номер 89 об отходах производства и потребления, первоначальный срок был установлен 1 января 2016 года. Мы выступили с инсцитивой, Минприрода поддержала нас, Госдума приняла решение пройдить этот срок до 1 июля 2016 года. Но на сегодняшний день из 102 хозяйственных субъектов в Крыму разрешения получили только 5. Чтобы решить проблему, Росприроднадзор, который и осуществляет процедуру лицензирования, сократил все сроки рассмотрения до 30 дней. Но, по словам Геннадия Нараева, в этом случае на местную власть надежды нет. Значит, нет, позволяет надеяться на то, что будет сделано вовремя, иначе не будут работать эти главы администрации. Геннадий Павлович, ситуация очень простая. Мне сегодня на стол список отстающих в данном случае, кто игнорирует выполнение поручения конкретного, тем более связанного с такой важной проблемой, как твердые бытовые отходы. Значит, не интересуют никакие оправдания. Обсуждая социально-экономическую ситуацию в Черноморском районе начали с достижений. Медицинская отрасль здесь развита намного лучше, чем в других регионах полуострова. Есть больница, 8 амбулаторий, открыты два новых ФАПа. Регулярно обновляется и материально-техническая база. Сейчас устанавливается новый флюорограф, мамогов, рентген-аппарат на три рабочих места. Уже принято в эксплуатацию новая котельная, газовая котельная, абсолютно современным оборудованным технологическим процессом. Сделана и вводится в эксплуатацию, еще пока не введена, но введется в эксплуатацию централизованных кислородных компрессоров. Больница будет обеспечена кислородом. Но есть и трудности в сфере образования. Ситуация двоякая. Несмотря на то, что Черноморский район почти на 100% обеспечен кадрами, не хватает логопедов и тьютеров, специалистов, которые работают с детьми с ограниченными возможностями. А в дошкольных учреждениях одна большая проблема – очередность. Очередь дошкольное учебное заведение составляет 912 человек. Из них от 3 до 7 лет 214 детей. К сожалению, в 2016 году в реальных планах по ликвидации очередности нет ничего. Есть заявка от Черноморского района на модульный детский садик. И если такая возможность у нас еще будет. В принципе, решение есть, чтобы детский сад был в районе, в Черноморском. Деньги есть на это, потом никаких проблем не будет. Процедуру там всю мы уже выверили, прокуратура согласовала. Черноморский район тогда в этом году модульный детский садик получит. Коснулись сферы ЖКХ в Черноморском районе 167 многоквартирных домов. 16 до сих пор не определились со способом управления. Как следствие, жилищные услуги им оказывают лишь по текущему ремонту. Потому что тарифы на содержание не соответствуют экономически обоснованному уровню. Всему виной халатность чиновников. По закону надо было провести открытые конкурсы по выбору управляющей компании. Инспекциям по жилищному надзору Республики Крым в установленном порядке готовится проведение документарной проверки администрации Черноморского района на предмет проведения не проведения открытых конкурсов. По итогам проверки могут быть выданы штрафы, за неисполнение которых следует наложение штрафа до 150 тысяч рублей на юридическое лицо. Также жители Черноморского района жалуются на отсутствие отделения МРЭО. За услугами приходится ездить в Евпаторию, а порой и в Крымскую столицу. Сергей Аксенов уже потребовал предоставить ему информацию относительно того, как можно разрешить сложившуюся ситуацию. Анастасия Соленик, Время новостей, Черноморская.